Это видео не про Курскую область, а про мой канал. Если вам интересно мое мнение по поводу Курской области, оно в Телеграме, а также на стримах будет разбираться. Я не люблю гнать порожняк и поддаваться эмоциям сразу, короче. Пам-пам. Ваше здоровье, господа офицеры. Ну что, YouTube замедляют? Количество просмотров падает? Да и хуй с этим замедлением. У меня и так просмотры падали. Это связано с тем, что я Z-зомби, короче. И с тем, что у меня оружейный контент. По КДшке вам пессимизируется. Придется переезжать на другие платформы. Я все еще буду заливать новые видосы на YouTube. Все так же редко. Никакего волшебного скачка не будет по производству видосов. Я все так же буду стараться над роликами. Я все так же буду веселить вас не только на YouTube, но и на других площадках. Прекрасно вижу, что просмотры жестко просели. И более чем уверен, что просели они не только по причине того, что я начал снимать унылое говно. Скорее всего, он и не интересный нихуя видосик был выложен. Это я про расстрел комбезов, да, говорю? Но чтобы так хуево набирать просмотры... Не, я думаю, это связано с замедлением YouTube и всякими там этими ограничениями продвижения видосов с оружейной тематикой. Закон об оружии набрал миллион с хуем просмотров. Кто, блядь, миллион человек, которые посмотрели видос про закон об оружии? Ну, нашлись бы люди, которые посмотрели расстрелы комбинезонов? А-а-а, замедляют YouTube. Не дают смотреть русских людей. Русские идут домой! Да, я в курсе, что YouTube замедляют с нашей стороны. YouTube был хорошей площадкой для продвижения, но... Если они так к нам относятся, я не про замедление сейчас говорю, а про политические всякие моменты, про удаление, про всю хулю, то и мы на них не будем ставку делать. Я буду заливать свои ролики также и в YouTube, как было. Снесут канал. И ладно, не снесут. Пусть будет. Вдруг однажды развеется облачка, там все такое, нахуй. YouTube опять не будет пессимизировать хотя бы пророссийские видосики. Короче, блядь, просто буду лить на YouTube. Кому-то удобно с YouTube смотреть, тем более у меня есть иностранная аудитория. Но также я буду лить и ВКонтакте. Единственный ресурс, где точно вы увидите всю новую информацию, новости, это мой ебучий телеграм-канал. И, возможно, еще на Routube. Но там сейчас проблема у меня. Там на Routube есть люди уже под именем 715, им надо с ними разобраться. Вот ссылка будет в описании. Там ссылка на все ресурсы, какие сейчас активно будут педалиться. Видимо, мы вступаем в новую эпоху, когда в любом случае придется развивать отечественные различные сети, площадки. А для этого нужно будет преодолеть болевую точечку. Придется отказаться от иностранных платформ. Я думаю, хуй бы с ними, с этими иностранными платформами. Были бы у нас только развитые площадки, но проблема в том, что они не разовьются. Ничего не получится без повторения китайского сценария. Полная блокировка всего иностранного, и тогда развитие внутреннего будет. Потому что какой бы классный и удобный сервис сейчас ни сделали, люди в него все равно не пойдут. Это интересный эксперимент. Все те же большие интересные ролики я буду делать. Я просто понимаю, что будет не все так легко даваться, но мы все равно будем что-нибудь делать. Будем шевелиться как червяки в клоповнике. Поэтому просто следите, просто подписывайтесь. Пам-пам. Бусти меня нахуй снесли. Заблокировали Бусти? Ну и хуй с ним. У меня остался, блядь, электронный билет на автобус. Ха-ха. Или что там за мем был ебаный. А там у меня было ни много ни мало, но 1300, по-моему, платных подписчиков. Благодаря этому мы могли не только оплачивать базу, там, на которой мы находимся 70 тысяч в месяц. И расходники всякие на нашу команду, тренировки и прочую хуйню полеты, там. Доду пиццу. И теперь у меня 5000 додо коинов, нахуй. Немножко даже на гуманитарочку оставалось. Сейчас зарегистрировался я на спонсор.ру. Это отечественный аналог Бусти. Спонсор.ру работает нормально, подписался на Гоблина, посмотрел, что все нормально. Ну, то есть листается, смотрится. Да, есть вопросики к дизайну, к интерфейсу. Но зато нет вопросиков к плееру. Вот лично у меня проблем с ним не возникало. Качество вроде не шакалится. Поэтому я выбрал спонсор.ру. Туда перезалито большая часть роликов с Бусти, которые у меня сохранились на жестком диске. И доступны они всем к просмотру абсолютно бесплатно. Но в любой момент со спонсор.ру что-то может случиться. В любой момент может случиться что-то с каналом вот этим 715.ru. Потому что сейчас я для него записываю видео, но возможно я даже буду вынужден залить это на 715.ru. Потому что мне недавно с гугла пришло сообщение на Gmail, что 715.ru какие-то ограничения на него повесили. Вот так вот, нихуя себе. Никакой активности не было, просто повесили ограничения на канал, чтобы обезопасить публику. Блядь, последнее видео там вышло про обзор на Weapons Geek. И вышло хуево знает сколько месяцев назад. Ограничения кидают. Опасный контент, пиздец. Туча сгущается, да, мы мученики, туда-сюда, да и хуй бы с ним. Пам-пам. Хотел сейчас снять смешной задорный видос, короче, для спонсору. Получилась хуйня ебаная. Потому что я хотел почитать комменты у Штефанова, в итоге он удалил ролик. Хотел почитать у Виталия Дана комменты, он удалил ролик. Ну, ролики про меня. Блядь. Ну, хотелось, что пишут хейтеры, только вот на других площадках почитай. Не нашел, по крайней мере, ролики. Поэтому одна надежда на вас, хуесосьте меня в интернете, я хоть это почитаю. Буду стримить на ВК Play Live, поднимать интересные темы, буду активнее проявлять себя в инфополе, заколаблюсь со многими блогерами. Хочешь жить, умею вертеться. Сейчас не получится, как интроверт, сидеть и клепать контент только на своем канале. Будет нелегко, но мы справимся. Я не только пришел с вами попиздеть, но и сказать, что вы можете нажать на спонсору сейчас в описании. Много там ссылок. И вот выбрать спонсору, перейти туда. Это не байт на деньги. Это просто, чтобы вы попробовали открыть, посмотреть, как платформа работает. Вы бесплатно посмотрите видосы. Там доступны и гайд на ПНВ, который почти час длится. И там рассказано все про ПНВ, но не красочно, как я хочу снять. Я-то хочу прям красиво, интересно. Но при этом инфа полезная, кому интересно в ночники углубиться. Там есть смешные всякие бэкстейджи, смешной видос про лютого новичка, что-то там еще. Я только не стал туда заливать то, что и так было потом перезалито на YouTube. Оттуда в открытый доступ. Так что, считай, контент вот так хуяк появился у вас в просмотре. Просто он не выйдет у вас в ленте на YouTube, но вы можете сами нажать на него и посмотреть. И все-таки прошу вас подписаться на спонсорки, этот спонсору. Вот это уже байт. Извините, мне звонит БПЛАшник. Алло. Второй, вы на базе уже? Так точно. Блять, я так не люблю опоздать. Да, все нормально. Да, все нормально. Мы видос сами записываем тут. Снимать все. Да, да, да. Я минут через 10 выезжаю только. Там надо еще, может, энергетики там нахватить. Не, все нормально, все. Подписывайтесь на спонсору. Это правда, блять, важно сейчас. Вопрос о том, что милитры движуха, которая держится на плечах энтузиазма, лишь всего лишь, будет процветать и развиваться. Я могу заработать. Сменить род деятельности. И себя я прокормлю. Я-то найду чем заняться. Я могу и в видеомонтаж уйти. Я могу и уйти там, это, рэп писать в новой школе. Я хоть мне и 30 лет, но я могу ебать. Антон, вроде бы медик, однако сумасшедший педик. Да я много чего могу. Милостыню просить сидеть как додик ебучий. Движуху я не прокормлю сам. Поэтому только на вашу поддержку рассчитываю. Пам-пам. Волей судьбы я из милитари-блогера превратился в пророссийского пропагандиста. Но не мог не высказаться по поводу ситуации. Высказал свое мнение. Оно оказалось, конечно же, для кого-то правильное, а для кого-то неприемлемое. Я-то не гаополитик. Я не мечу на какую-то истину. Говорю, как вижу мир. Меня спросили, я ответил. Ну, раз теперь я записан в пропагандисты, меня также обозревают как пропагандиста иностранные агенты. Я не собираюсь с ними вступать в переговоры, потому что, во-первых, Владимир Владимирович Путин сказал, что переговоры с террористами вести мы не будем. А во-вторых, я слишком глуп, чтобы вывести такую беседу. Так что давайте мы заранее отчитаемся в том, что мы проиграли. Мы это проект 715 в информационной борьбе с либералами. И просто изучим общественное мнение, в чем я не прав. Буду читать комментарии. Может, меня действительно уму-разуму научат. Может, я действительно в чем-то там не прав. Я по-любому в чем-то не прав. Но мне интересно, в чем именно. Я вот правда сейчас открыл канал Штефанова. Я его листаю и не вижу, блядь. Я только позавчера на эфире Соловьев Лайв сказал, что вот, я за свободу слова, поэтому я не кидаю страйк Штефанову. И вот исчезло с канала Штефанова видео. А может быть, это заговор, чтобы выставить меня, типа, я страйк кинул? Но я не кидал. Короче, видео пацифисты что-то там разрушают. Россия не найдена. Оно лежит теперь только на бусте у него. Но зато найдена предыстория с воби из мифов и пропаганды. Это не так весело, конечно, потому что здесь у нас получается обзор, а до этого был реакт, а в реакте больше эмоций у Александра. Ну ладно, тут 11 тысяч комментариев, поэтому поехали. Самый популярный просто буду считать. Самое смешное, что четко помню старые видео 715 Тим, когда они еще назывались злыми партизанами. В одном из них Роман, отвечая в рубрике «Часто задаваемые вопросы» на приглашение воевать в ополчении, ответил, цитата, «Не собираюсь заниматься международным терроризмом». Да, действительно, такое было. Это я сказал году в 2014, за что сейчас не испытываю никаких угрызений совести, потому что тогда я был подросток с юношеским максимализмом и черпал информацию о политической ситуации исключительно из интернет-среды, в которой я находился. А находился я, преимущественно, как и все мы, в окололиберальной среде. Моя картина мира полнится новыми пазлами, и теперь я не считаю, что это международный терроризм, но тогда было модно говорить, зачем эта война на Донбассе, туда-сюда, или это был 15-16 год, я не помню. Поменял свою точку зрения, ну, как бы ничего такого в этом нет. Но тут, в принципе, так и пишут, что человек варился в милитаре сообществе, естественно, большая часть его окружения сторонники России, ну, я зазомбировался, что я могу поделать с этим? К сожалению, пока что вакцины от зомби-вируса не изобрели. Вспоминается и великая фраза «Вся война основана на лжи». Соглашусь, лжи. Отличный фильм и разбор по фактам. Без навязывания мнения за и против. Видела множество разрозненных отдельных видеоматериалов. В этом видео вся хронология с 2013 года. В голове есть пазлы. Ну, это хуйня ебаная. Это коммент ко мне ничего не относится. Пошел он нахуй. Блядь, ну это хуйня ебаная. Здесь пишут про Донбасс, а не про Хорса. Ладно, буду выцеплять комменты. Возможно, из этого получится контент сделать забавный. Ну, блядь. Вот Статян нацепил маску, изменил голос, а надеется, что мы его не узнаем. Ага, сейчас, а тейки-то вон они. Ну, кстати, да. Это же так удивительно, что у меня и Стаса как просто, а также, возможно, Жмеля, возможно, Жор и пиздец. Кто там еще вещает? Лебедев, пророссийская оппозиция, Гоблин. Да много кто. Это я просто тех, кого смотрю, сам сказал. Странно, да? Как-то у меня тейки могут совпадать с теми, кто находится на моей стороне в медийке. А вот у либералов тейки вообще не совпадают. У них у каждого свое отдельное мнение. И каждый выдает уникальную информацию. Спасибо за обзор. Был подписан на 715 с 13-го и 14-го года. Где-то. Прикольный контент был у них. Спасибо. Кстати, я считаю, что в 14-м году кринжовый у нас был контент в 13-м. Но мы стараемся все это потихонечку. Меняемся, взрослеем. Не помню, чтобы за 8 лет они как-то поднимали тему ДНР и ЛНР. Но после начала СВО все поменялось. Я думаю, тут ключевым фактором стало то, что у них знакомых много спецов. Ну, блядь. Первое и второе, это я, в принципе, прямым текстом в том ролике рассказал. В глубине души, я думаю, Хорст понимает, что вся эта СВО не имеет смысла. В смысле не имеет смысла? Ну, если бы это не имело смысла, то этого бы и не было, мне кажется. Я как зомби из ящика просто считаю, что если в чем-то смысла нет, то оно и не происходит. Ну, если в это увлечены куча людей, государство. Пам-пам. Я нашел этот ролик. Ах ты же чара! В телеге Александра Штефанова нашел пост, где он публиковал этот видос. Нажал на ссылочку, и видос открылся. Просто теперь он по ссылке доступен. Скрыл, да? Как все обзор сняли, что ты лох. Ну, не лох, я лох. Так скрыл. Ничего-ничего, я тебе отвечу. Через два года. В 2026 я сниму реакт на реакт на реакт. Какой хороший мальчик этот ваш Рома. Одно только смущает. А почему он еще не воюет за родину? Давайте поможем Роме отправиться в окоп. А вы знаете, я не воюю, потому что я боюсь умереть, и потому что я лох. Я пропагандист, который людей гонит в окопы, а сам, ну, боится. Только фотографируюсь с оружием и все, больше ничего не делаю. Как хорошо, что Александр Штефанов и ему подобные в составе РДК и других там всяких соединений ВСУ воюют против России и показывают делом, а не словом свою позицию. Или нет? Я уже запутался нахуй. Вова Серегант пишет. Просто резонанс, браво. Ну да, резонанс, что аж нахуй скрыл видос. Лох. По видеохорсу можно прослеживать, как он поэтапно переобувался от человека с прогрессивными взглядами, это когда ты не интересуешься политикой, ты прогрессивный, до зетника. А сейчас уже нет пути назад, и надо гнуть линию до конца. Ведь нишу он определенную занял. ПС. В году, так, 19-20 он извинялся за флаг ДНР, который висел в шкафчике у одного из закомандников вместе с флагом Украины. Да, и один из членов СНГ с тусовки 715, которыми он стримил, был из НГУ, вот такие дела. Это очень тонкая грань, он выбрал путь наименьшего сопротивления. Клевер Гейм Студио владеет инсайдами, я так понимаю. Что такое НГУ? Новосибирский государственный университет. Не припомню, чтобы я с кем-то оттуда стримил. В году в 19-20, я помню эту ситуацию, я в инстаграм снимал экскурсию по нашей базе, сторисы, короче, ду-ду-ду-ду, вроде на Новый год. Только мелькнул флаг, это флаг Новороссии, по-моему, был. Мелькнул, значит, он в сторисах, и мне начали азовцы писать, угрожать, отрезать мне голову. Вот так вот, нахуй. У меня было 30% подписчиков из Украины, и мелькнул только этот флаг в шкафчике одного из закомандников. То есть, не вся команда придерживается, не декларирует. Флаг Украины у нас часто мелькал на видосиках, постоянно на фоне висел. Когда флаг Украины мелькал, мне русские радикалы не писали. Ах ты, тварь, ты за Украину, мы тебе голову отрежем. Только мелькнул флаг Новороссии, и на меня сразу ополчились, при том, что я даже ни сном, ни духом был. В чем вообще замес? Вы что, угораете, что ли? Это же у вас там проблема, от вас там что-то кто-то отделился сюда-сюда. Вот, в общем, я до сих пор извиняюсь, короче, за этот флаг, каюсь и на коленях стою, извинялся, блин, за флаг. Что за ебаная хуйня? Не знаю, как ты вяло ответил, но мне поебать. Наши фашисты это не фашисты, потому что наши. Написал юзер МК3 в W9TT9L. Ну, да. Смотрю я на то, что происходит в Литве, и то же самое думаю, но. Александр Штефанов на протяжении одного часа 30 минут делает вид, что он не является фанатом 715 Тим. Забавно. Пам-пам. Короче, стало скучно читать комменты у Штефанова, потому что одно и то же там нарративчик. Либо про то, что я инвалид, либо про то, что я в окопе не сижу, либо про то, что я промытый ебан. Полез, короче, ну, побежал читать у Виталия Дана было про меня видео. Виталий Дан, да, такой качок из Америки ебанутый. Не нашел видео. Блядь, листал канал Дана, не нашел нихуя. Почему про меня подскрывали видео? То, что я не стал вестись и не отвечал публично, и все, нахуй, не только нахуй закрывать. Я был уверен, что это будет смешное видео. Но я вам честно говорю, я не кидал никаких страйков. Я просто не умею это делать. Мне стало грустно. Да и хуй с этим штребухом. Лучше что-нибудь полезное записать, правильно? Поэтому на спонсору решено было записать видосик про квадрокоптеры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok